О том, какими были люди, которые делали революцию, существует очень много мифов. Я хочу рассказать вам о своей прабабушке Маргарите Васильевне Фофановой, которая известна в истории партии тем, что ее квартира в Питере была последней конспиративной квартирой Ленина. Она родилась в 1883 году в очень религиозной и трудолюбивой семье капитана речного флота Кириллова. Учаясь в гимназии, она полюбила и вышла замуж за дворянина. Оба они принимали участие в деятельности революционных кружков. Ей это казалось очень романтичным. Я так думаю, что, конечно, это он ее в это дело вовлек. Он был очень эффектный человек, рыжий, красивый, всегда очень громко разговаривал, очень увлеченно. Они, конечно, были, вероятно, под надзором полиции, потому что там были и аресты, и ссылки, правда, на наш взгляд, очень смешные. Когда они ездили на охоту, там, на лошадях, стреляли дичь, собирали морожку. В десятые годы 20 века Маргарита Васильевна стала узнавать, что муж изменяет ей. Брак кончился разводом, хотя у них было двое детей, и она очень любила мужа. От переживаний ее, видимо, отвлекала революционная деятельность, в которую она погрузилась головой. Бабушка Рита жила в это время в Петербурге, на Сердобольской улице. Это была глухая рабочая окраина. В апреле 1917 года она знакомится с Надеждой Константиной Крупской и с Лениным. В августе в Выборгском комитете партии ей говорят, что ее квартира должна быть подготовлена как конспиративная для Владимира Ильича, с обязательным условием увезти из города детей. Приехав из Финляндии, Ленин скрывался у нее месяц, и в ночь с 24 на 25 октября ушел в Смольный делать революцию, оставив на столе знаменитую записку «Ушел туда, куда вы не хотели, чтобы я уходил». Это был, конечно, ее звездный час. Мне кажется, что она была очень романтично настроена при таком человеке, который делает историю. Но цена этому приключению была велика. Двое детей были отправлены к тетке в Уфу через всю страну, охваченную гражданской войной. В Уфе дочери Галини, офицер непонятно какой армии, сломал позвоночник, спустив ее с лестницы. Я не могу простить. Благодаря тому, что Ленин прятался в этой квартире, мать была на три года потеряна, искалечена. А с другой стороны, Владимир Ильич и Надежда отплатили потом, как ни странно, отплатили Фофановой и спасли ее. Когда бабушка приехала в один из своих приездов в Горки, и она ему сказала, Владимир Ильич, Коба зовет меня к себе работать. И он сказал ей, Маргоша, ни в коем случае. И она не пошла к Сталину, и, может быть, поэтому она спаслась. Всю жизнь бабушка Рита чтила Ленина. Это проявлялось во многом. Например, она не разбиралась в искусстве, но, зная, что Ленину нравился художник Ярошенко, купила однажды его альбом. Она сменила Бога, и она это ощущала как грех. Это просто невозможно. Вот так нормальному человеку представить, что вот этот человек – Бог. Но, как видно, время такое было. Это мы теперь сейчас вот с этих позиций, когда мы знаем его письма, уже опубликованы его статьи, которые могут пояснить, что это был за человек, идущий по трупам к власти. Но тогда, значит, это было не так. Я только так могу себе представить, что это какое-то общее помешательство, в котором бабушка тоже участвовала. В 30-е и 40-е годы Маргарита Васильевна тихо жила в семье, прервав все старые связи. Видимо, о ней попросту забыли, поэтому она не попала ни в какие лагеря и выжила. Маргарита Васильевна умерла в возрасте 92-х лет после того, как простудилась, сидя на трибуне 25-го съезда КПСС. Перед смертью на больничной койке она кричала, проклятые коммунисты, убийцы, все врут. Санитарка сказала, что все старые большевики умирают так же. Газеты посвятили ей торжественные некрологи. А для меня она осталась просто доброй бабушкой, которая умела варить самую вкусную манную кашу. Все-таки самое интересное в этой жизни узнаешь из телевизора, в том числе и про своих коллег. Я вот не знал про Женю такую интересную вещь. Женя, скажите, если честно, про манную кашу, это вы ради красного словца или на самом деле так все? Ну, нет, конечно, это все совершенная правда. Все-таки бабушка была женщиной 19-го века, она привыкла всегда из еды делать праздник. И вот кашу манную она оформляла, как маленький тортик. Она укладывала в серединку цукатик, она обкладывала вишенками из варенья и клубничками, и получался такой тортик, который проглатывался мгновенно. Так что это все правда. Все-таки, я думаю, люди ниоткуда не берутся. Вот Женя такая замечательная, еще и потому что у нее бабушка такая была. У нас звонок. Алло. 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 Продолжение следует...